Малышева Канализацию проведут, водопровод проведут, полы, так же, как и линолеум предусмотрен, но у нас был линолеум в доме там, и паровое отопление будет. Это все будут проводить не мы сами, а все это компания. Два первых дома строят на улице Футбольной. Дома будут показательными, и сдать их планируют уже к началу лета. Этот дом строит 19 человек – каменщики, кладчики, бетонщики. Строительством занимается компания, которая в прошлом году возводила жилье для пострадавших от наводнения в поселке Кокпехты. Говорят, эта стройка ничем не отличается от всех других, но здесь важна скорость, которая не должна отразиться на качестве. Все то же самое. Здесь просто немножко скорости надо побольше, потому что люди остались без жилья, то есть нет крыши над головой. Чем быстрее, быстрее нужно людям восстановить жилье. На качество не влияет абсолютно ничто. Все успевается, все сроки, все сроки выдерживаются, то есть по материалу по сушке, все выдерживается. Рядом с этим домом возводят еще один. Проблем с материалами нет. Подрядчики пока трудятся за свой счет. Финансирование за работу строителей поступит только в июле. Сейчас идет оформление всех необходимых бумаг. Всего в Токаревке и на станции Нуринской по предварительным данным будут сносить 230 домов. 180 из них возведут за счет бюджетных средств. На остальные дома деньги поступят из фонда помощи пострадавшим. 14 домов в районе уже сравняли с землей. До лета в поселке снесут все дома, признанные непригодными для жизни. Анжелика Волкович, Дмитрий Полинов, Новости, Тимиртау.